О том, что многие интернет-мошенники проявляют неплохие умения психологии и стараются использовать различные ее приемы, известно давно. В последнее время они начали играть на таком чувстве, как злость. В социальных сетях, в мессенджерах появились фейковые странички, в комментариях они пишут оскорбительные слова. После проходок на личную страничку данного аккаунта, аккаунт в частном случае является закрытым, либо имеется ссылка, переходящая на другой мессенджер. Где необходимо ввести свои анкетные данные. Разозленный человек, желая разобраться с обидчиком или хотя бы ответить на оскорбление, вводит все, что от него требует мессенджер. Даже свои логины и пароли для входа в него. Но все ссылки к лону мессенджеров, созданные мошенникам с одной целью – завладеть личными данными граждан и взломать их аккаунты. В последующем, получив логин по воле входа от мессенджера, злоумышленники пишут друзьям в помощи денежных вознаграждений, что попал в беду и необходимо перекинуть денежные средства, либо использовать данные персональные данные уже для осуществления звонков и представляться с сотрудниками службы безопасности банков. В общем, разразившись на виртуального недоброжелателя, человек может запросто лишиться собственных денег. Или их лишатся его друзья, на которых выйдут злоумышленники. Фейковые аккаунты, по словам полицейских, создаются постоянно и также постоянно правоохранительные органы пытаются с ними бороться. Выводится мониторинг сети интернет на выявление таких фейковых аккаунтов по воспространению ложной информации и фейковых магазинов, предоставляющих товары и услуги. После обнаружения какой-либо фейковой странички, либо аккаунта, данные ссылки направляются в киберназор для блокирования их на территории Казахстана. Полицейские рекомендуют в случае поступления к вам различных сообщений или же даже комментариев под вашими публикациями с неизвестных аккаунтов, ни в коем случае не переходить по ним далее. Лучше говорят специалисты их сразу удалить или заблокировать. Валерий Точев, Итарий Лугавской, РТН